Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Сегодня отмечается День этнографа. О том, что изучает эта наука, какие особенности быта и культуры существуют у народов, живущих в Самарской области, говорим сегодня. И в нашей студии участник этнографических экспедиций Ирина Филатов. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Во-первых, поздравляю вас с профессиональным праздником и хочется узнать у вас, как становится этнографом и насколько ваше образование полученное сочетается с вашей профессией сегодня. Мне это очень повезло, потому что я заканчивала наш институт культуры на кафедре этнография, культурология. У Тамары Ирина Филатовна Ведерникова, ведущего этнографа нашей Самары. И, конечно, вот я с детства мечтала быть археологом, и меня привлекала романтика. Что-то смежное есть. Да, открываешь что-то в земле такое неизвестное. А получилось, что этнография, можно сказать, то же самое, только ты это в живых людях ищешь. И этнография, она в переводе как описание народа, да, и вот традиции, культуры. Да. Вот за вашими плечами на сегодняшний день что уже стоит? Сколько экспедиций? И может быть, есть такой трофей, кстати, мы вот несколько из них видим, которыми вы гордитесь, и о котором мы хотели, может, подробнее рассказать. Знаете, как вообще у нас так сложилось, что я по профессии своей работаю. То есть я методист этнографического музея горница, и детям и взрослым рассказываю про старину, про нашу Самарскую область. А сама в экспедиции я начала ездить только с 2013 года, потому что в самом институте еще, может быть, молодая зеленая была, еще не понимала этого, съездила один раз в село, как бы для диплома что-то такое написала, ну и как-то забыла об этом. И попала, вот познакомилась с таким удивительным человеком, Андреем Михайловичем Давыдовым. Он фольклорист таким со стажем очень большим, очень любит все традиционную нашу народную культуру. И попав, побывав с ним в экспедиции, я, наверное, этим заболела. Потому что я сейчас не могу пропустить ни одну экспедицию. А если возвращаться к экспедициям, то мы с вами город Самара тут не очень хорошо знаем, да? А вы представляете, что вокруг города у нас 27 районов. И в каждом районе где-то 40-70 сел. Понятно, что не все из них живые, какие-то уже, к сожалению, умирают. Но в каждом, каждое село самобытно. Даже если какой-то один район мы возьмем, то одно село не похоже на другое. И разные народы, и разные обычаи. И даже у одного и того же народа они могут совершенно отличаться. И тут не влюбиться нельзя. И такое богатство, и природы, и красоты, и человечесности, которые уже сейчас, может быть, не так часто можем увидеть и услышать. Скоро легенды будут складывать. А вообще этнограф, отправляясь в экспедицию, какие задачи перед собой ставит? Вот что важно? Вы едете? С чем? Зачем? Для чего? Вы знаете, вот такая большая волна изучения, исследования народной культуры, традиционной, была в 70-е годы. Вот как раз наши учителя, которые нас учили, они вот были на передовой вот в эти годы. И в то время еще много было поющих бабушек, играющих на разных инструментах. И в наше время, да, мы можем сказать, что уже, может вам показаться, что уже ничего нет. Уже интернет везде, там, телевидение и так далее. То есть нет никакой старины. Но вы представьте себе, еще сто лет назад говорили о Самарской области, что у нас в Самаре ничего нет старинного. А мы вот сейчас с вами 2017 год, едем в какие-нибудь глубинки и открываем песни, которым, ну, может быть, 300-400 лет. И хранителями являются такие вот бабушки и дедушки, да. Для нас вот, мы смеемся, для этнографов, в общем-то, 80 лет – это молодая женщина или дедушка. В общем-то, за 80 лет – это самый наш возраст, потому что они, если помнят, они могут как раз рассказать о том, что любили их родители, что любили их дедушки и бабушки и что-то еще успеть передать нам. А так очень, что как будто они даже нас ждут, потому что, вот вы сказали, да, для чего мы туда едем. Вот 2017 год на дворе, и мы вот с 2013 года, да, за 4 года, проехали где-то 16 районов. То есть у нас еще осталось и то, понимаете, только мы вот познакомились с каждым селом. То есть мы стараемся не просто вот приехать в район и в каких-то несколько сел крупных заехать и уехать. Нет, стараемся все села. И вот я потом расскажу. А скажите, вот, так скажем, такое слово, конечно, казенное – отчет по поездке. Он как-то… В чем все это документируется, составляется, как все это хранится? Ну, да, скажу, что это, в общем-то, собрались энтузиасты, то есть люди совершенно разных профессий, просто любящие традиционную культуру. И мы на носители, на видео, на аудио, на… там, фотографируем, записываем, фиксируем весь материал, который мы собираем. Это песни, танцы, обряды, обычаи, какие-то музейные экспонаты. И все это собирается для архива, которые мы надеемся передать именно в Самарскую область и даже в Москву, то есть чтобы это на уровне России было такой вот маленькой картинкой. Кстати, вы принесли фотографии, можно их посмотреть, чтобы увидеть реально, что вы там собираете. Вот тоже удивительное село. Здесь бабушка, видите, у нее на стенах очень много фотографий. И я сама замечтала, чтобы мои… Вот каждый из нас с вами, да, у нас тоже бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки были. А вот фотографии их и альбомы… Практически не осталось. И что мы знаем о них? На вес золота они… Много и юмора было, и курьезных случаев, потому что по-другому нельзя. Люди, они вот такие от природы и богатые, и простые. Да, и сохранились. Видите, как… На Самару национально очень замечательно, что у нас столько народов самых разных национальностей проживает. А тут наша небольшая группа в один из годов прошлых. А, это этнографы. Это значит, не сами жители? Я почему-то подумала, что с бородой это место жители. Нет, это мы сами ездим. Вот уникальный головной убор. Это татары-крещены. Он очень похож на русский старинный головной убор. То есть золотная металлическая нить, шитье. Боловайка наша. Да. И еще пока есть люди, которые могут что-то сыграть, наиграть. Когда-то это был действительно дискотечный инструмент. Тоже вот небольшая наша… Это удивительный дедушка. Он и пчеловод, и замечательно играет на гармонии. А сколько он жизненных историй рассказал, и про любовь, и про жизнь. Вот, казалось бы, гусли. Что-то такое из былинных каких-то мест. А на самом деле, представьте, что… В основном, конечно, это у Чуваш остались. Кесле называется. Это инструмент. Но до сих пор вот есть единицы тех, кто знает. Корабельная резьба вот сейчас была, да, которая тоже не осталась нигде. Но, знаете, сама атмосфера, особенно когда из города приезжаешь в село, конечно, здесь… Вот наш как раз руководитель Андрей Михайлович Давыдов. Без него, наверное, это невозможно было бы поехать. Потому что это, опять же, продукт, который… Вот куда это девается потом, да? Не только в архив, но то, что потом издаются нашими усилиями диски, концерты, тех песен, которые мы у бабушек записали, вот, танцы. А как организуются сами поездки? Потому что, казалось бы, любой может сесть, купить билет, да, там, Челновершинского района, приехать в какое-то село, зайти и говорить, ну-ка, рассказывайте, показывайте, вообще, как все это на самом деле происходит. Ну, конечно, есть какие-то свои правила. Ну, в любом случае, это и доброе отношение к тому, кто куда-то приезжаешь, и вообще и любовь к этому. Это, наверное, самое главное. А так, конечно, помогает администрация. То есть мы связываемся с администрацией района, нам подсказывают, в каких селах есть еще такие жемчужины, к которым стоит приехать. Но мы используем еще, конечно, когда мы просто едем, не зная, куда, такой метод, и просто стучимся во двор. Вот одно село, хочу рассказать, оно практически вот в село Федоровка Богатовского района. Приехали, там, можно сказать, ни больницы, ни магазин, то есть несколько сел. Но вот они, одна бабушка нас послала к одной, другая к другой, и оказалось, что вот мы обнаружили двух бабушек, которые поют уникальные стареннейшие песни, знают троицкий обряд, который мы никак не можем найти. То есть вот такой метод, он тоже используется. Но, а то, что вы сказали, конечно, может любой взять диктофон, как минимум фотоаппарат, и поехать, например, на свою, может быть, родину своих предков, и там что-то поспрашивать. Вот с этого, наверное, нужно начинать. Не всю область сразу изучать, да, все вот столько там, сколько вы сказали, там, районов и деревень. А действительно начинать нужно с себя. Если у тебя есть интерес, то, пожалуйста, у тебя есть корни, родственники где-то какие-то. Вот я всегда, когда ребята ко мне приходят на экскурсию, я им всегда говорю, ребята, вот у вас есть бабушки и дедушки, а прабабушки и прадедушки. Вот вам сейчас, может быть, не очень это интересно, но давайте поспорим с вами, что когда вам будет лет 30 или 40, вам очень захочется узнать о своих корнях. И пока живы ваши старики, запишите их просто, а потом наверняка вы скажете себе спасибо, потому что вам будет это очень интересно и нужно. В подтверждение ваших слов, вот сейчас моя мама говорит, ну как же так, у меня была такая возможность со всеми поговорить, всех расспросить сегодня, может быть, вот именно это поколение, как-то вот оно оторвалось немножко в связи с всякими там войнами, революциями. И вот и нет данных, вот элементарных каких-то данных, нет, не сохраняется. Поэтому это действительно очень важно. Да, и вот вы упомянули троицкий обряд. Обряд почему-то именно с этим, с праздником очень много связано, и к нему очень большой интерес. И везде он по-разному праздновался, насколько я знаю, даже в соседних селах. Вот здесь вот там чувашеские населения празднуют по одному, а рядом же там вот Рождественное, я знаю, и еще рядом, Шерихметь. Один праздник празднуют, но совершенно разные обряды. Вот почему-то... Ну, во-первых, это, конечно, весна. Весна, проводы весны, переход к самой такой страде летней, от которой зависит вообще жизнь всего года. То есть как ты проводишь весну, как ты посеешь, как у тебя будут всходы. От этого зависит весь год. Конечно, это был такой очень важный переходный праздник, он празднулся не один день. Ну, наверное, язычество, да, больше? Вы знаете, как, я так сказала, это все связано с природой. То есть такой вот самый термин язычество я не очень люблю, отлично. Но у нас в любом случае народный, вот, было связано с природой. То есть и все приметы, и вся мудрость народная, она же была связана, ага, вот земля сейчас такая, можно ли сеять? Поднимали, да, кусочек земли, ага, он там еще мерзлый, рано еще сеять. Вот от такой мудрости до понимания того, что действительно вот эти переходы от зимы, да, к весне, от весны к лету, это важные переходы, и они связаны и с проживанием каким-то внутренним того, что происходит в природе. Да, и с благодарностью природы, поэтому я думаю, что... А кроме троицы еще, что важно? Вы знаете, как, ну так мы всегда спрашиваем про свадьбу, потому что это самое важное, наверное, такое яркое событие в жизни человека. И тут, конечно, даже те бабушки, которые, причем, если вы вдруг поедете, кто-то из вас, да, кто смотрит передачу, лично захотите, заговорите, поехать в такую свою личную экспедицию, вам могут сказать, что мы ничего не помним, и отвяжитесь от нас. То есть, конечно, надо еще научиться вот создать контакт, потому что потихонечку, вот просто даже поспрашивая про жизнь, потому что жизнь была тяжелая, она и сейчас непростая, да, но и в то время они очень многое что прожили, они поэтому, наверное, закалились такие сильные, и не потеряли чувство юмора. Вот, ну вот если вот такое доверительное проведет взаимоотношение, тут и польются такие песни, которые вот просто так, насколько ты и не услышишь. Вот вы уже второй раз подводите к песне, да, давайте послушаем одну из песен, которую вы записали, и действительно окунуться вот в такую атмосферу. Голубь, 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 ка сезоя, Что ж ты голубь, и ко мне гость не ходишь, Гость не ходишь, или двор не знаешь, Двор широкий, крылевой крылечко. Двор широкий, крылевой крылечко. Будь то слышно, милой, нездоровой. Будь то слышно, милой, нездоровой, нездоровой. Живёт по неволе. Оторваться невозможно, потому что, наверное, откликается что-то, что генетически заложено. И кажется, что ты где-то когда-то это слышал уже. Хотя вот первый раз действительно эту песню слышишь. А такое впечатление, что... Ещё вот такой вопрос попутно. Складывается такое ощущение, что все песни русские, народные, они вот всё про грусть, печаль, тоску. Один раз, когда мы уехали в дальнюю поездку, я думаю, послушаю я народную песню. Я к концу дороги уже хотела, грубо сказать, наложить на себя руки, потому что действительно такое ощущение, что... А вот с чем это связано? Очень хороший вопрос. Он не один раз, в общем-то, звучит. Действительно, может быть, при слове фольклор или что-то этнографическое у нас может... Там какая-то картинка типа вот кокошника яркого-яркого шёлкового платья. Это, конечно, не этнография. Это уже клубная работа советского периода. Это совершенно не связано с традиционной культурой. А если копнёшь, действительно, можно услышать очень много грустных, протяжных песен. А при этом я уже говорила, что это самый оптимистичный пласт людей, прошедших и войну, и голод, и всё остальное. Но вот в песне они изливали все переживания, хотя у них могло это такого и не случиться, о чём в песне поётся. Но вот вся тяготы, все заботы, вся боль, все переживания любовные, они могли в песне вот так вот оттянуться от души. Это как очищение. И пойти дальше. Бодро и радостно. Вот трудиться, потому что трудили. Вот посмотрите на руки. На руки людей, потому что они столько сделаны. В основном, кого мы не спрашиваем, там, 40 лет дояркой работала, например, там, с 10 лет, с 13 лет. За трудодни, то есть ни за что. Просто так, за галочку, да. У них, конечно, руки вот уже все искорёженные жизнью. А они, глаза-то весёлые, несмотря на все тяготы. Но вот в песнях вот они такие любили протяжные. Видимо, так вот душа просила. Да, это даже какая-то вот потребность была в этом песне, чтобы вот выплеснуть всё то, что... Может, какая-то такая терапия народная. Да. Ну, я прошла благодаря вам ответ, потому что действительно задумывалась об этом. Вот если говорить о нашей области, о Самарской, как вы сказали, что даже в каждом районе и в деревне там есть своя специфика. Да. А если в целом посмотреть на нашу область, вот чем она отличается от других областей? Вот именно Самарская. Я, конечно, не такой прям вот суперспециалист, но вот то, что мне было очень радостно, что я могу сблизиться с народами разных национальностей. Вот то, что песня сейчас звучала, её пела, это русская песня, но пела её бабушка Мордовка. И вот что удивительно, вот чем более народ поменьше по количеству, тем лучше он старается сохраниться. И поэтому он сохраняет и свои традиции, да, то есть мы можем видеть, что вот то, что сегодня я расскажу, то, что про предметы, там, чувашские какие-то, да, элементы, до сих пор старинные-старинные, они сохранились, малый народ сохраняет. И заодно, живя рядом с русским, потому что практически любая деревня, вот она перемешана была, и смешанные браки всегда, люди женились друг на друге, там, да, разных национальностей, это, в общем-то, и приветствовалось. И поэтому даже специально когда-то селили Мордву с русскими, потому что мордовские парни, они были очень крепкие, и, в общем-то, всегда было такое, деревня на деревню могли пойти стенкой, то есть и подраться там, или за девушкой, или ещё по какому-то моменту. И вот старались прямо в одном селе даже селить вот мордовую русских, чтобы они и переженились, и дружно жили. А так очень много национальностей, то есть и татары, и чуваши очень... Вот в этом особенность. Еще одна особенность, наверное, в том, что действительно таких столкновений-то нет, вот если это не на тему политики, так скажем, какую-то, да, то вот это же тоже как-то... И слава Богу, потому что, знаете, каждый народ, он очень много чем богат, и здесь, наверное, взаимопривотовение... Вот тоже вот мудрость, что перемешивали, как вы говорите, в этом же тоже мудрость, да, чтобы... И не было потом столкновений никаких, вот разве он пойдет на родственника своего, там, из соседней деревни, да. Да, 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 да. Ну, теперь подошло время, наверное, рассказать о том, что вы сегодня принесли. Это, знаете, вот буквально эти предметы вот недельной давности, то есть мы вот неделю назад приехали из Челновершинского района. Это север. Да, да, собираемся в Сергиевский район вот в августе у нас, 7-го числа будет экспедиция. Кстати, вдруг, если кто-то захочет, может присоединиться. А как вам присоединиться? Как это сделать? Вот на сайт горницы зайти? Вы знаете, нет, это страничка ВКонтакте, Самарский центр русской традиционной культуры. Да, там страничка ВКонтакте, в общем, вся информация есть. Все-таки, если вот сам не соберешься, родню не подобьешь, можно к вам обратиться. Если есть вот потребность такая. А вот это, сейчас вы расскажете про все другое. Потребность вот изучить свои корни, она возникает, наверное, с возрастом все-таки. Наверное, мало молодых людей, кто к вам подбивается вот так, да? Все-таки, наверное, какой-то перейдешь черту. Не скажу, у нас есть и студенты есть, и они, может быть, зависит от того, насколько пробудили. Вот, может быть, у кого-то в институте или в училище был педагог, который вот настоящее что-то дает. Вот когда любой человек любого возраста видит что-то настоящее, это не может не откликнуться в его сердце. То есть не какая-то там попса или, простите, вот в таком плохом смысле, да? Когда там громко дыц-дыц музыка звучит, и не похоже на настоящее что-то. А вот настоящая песня, лиричная, со своей какой-то сложностью, они все сложные, они непростые. Я вот еще параллельно учусь в ансамбле тоже, хотя не музыкант совсем. И вот у нас в экспедиции тоже не только студенты там училища культуры, а люди совершенно разных профессий. То есть не связаны, например, никаким образом по образованию с этнографией. Но просто любящие это. И это действительно доступно. Можно, можно к вам, значит, присоединиться. Это очень важно. Потому что я зашла к вам на страничку, и был такой призыв. Если у кого есть там машина, то помощь даже оказать и самому, напитаться вот этой атмосферой, то можно к вам обращаться. Потому что, да, к сожалению, пожилые люди, они не вечные. И вот мы уже сейчас застаем пласт, который бабушка и дедушка, которые родились уже в 30-е годы. То есть до 30-х годов это вся как раз этнография, это более такая глубокая. А сейчас идет советский уже такой пласт. Если они не запомнили своих родителей песен, то мы уже только советские песни слышим, например, или советские танцы. Да, да, да. Поэтому надо успеть. Поэтому мы параллельно, вот чем больше машин, тем больше мы можем все объехать и успеть район узнать. Ну, вот меня лично интересует вот этот предмет. Я даже не знаю, что это такое, поэтому интерес. Здесь вот можно предположить, что это. Ну, мало кто может быть сейчас даже сообразит, для чего это нужно. Это деталь чувашского костюма, старинного, женского костюма. Причем, знаете, как меня эта вещь поразила тем, что она, есть какая-то загадка в ней. То есть мы сколько ни спрашиваем ни музейных работников, ни бабушек, но для чего вот эта какая-то такая прорезь, да? То есть какой смысл в ней? Вроде бы не сильно-то и практично, ни карман, ничего. И абсолютно вот эти две вещи идентичные, причем как с лица с изнанки. То есть вот этот чувашский народ, вот эта вот техника, она настолько, то есть как-то не смотришь, непонятно, где. Вот уже, конечно, подъело моли, и уже ниточки какие-то вышли, но она была абсолютно одинаковая с лица и снаружи. Вот опять же, какой-то, наверное, сакральный смысл когда-то здесь закладывался. Но вот в этой экспедиции вот этого года нам хотя бы кто-то отдал одно пояснение, что это, во-первых, не девичий, то есть не замужней девушки, а замужней уже женщины предмет. И, возможно, что это было связано с тем, что как бы это он и она, то есть как пара, которые вот соединились. А у девушек, говорят, была деталь такая, единичная, целиковая, да? Но вот что это за знаки уже, я думаю, что это так вот, если серьезно поизучать, можно найти. Но это как украшение, да? Это и практичного не имеет. Вы знаете, как вот и у мордвы, и у чуваши вот похожий подобный элемент, который носился сзади. То есть это не фарточек. А мне почему-то сказал, что вот здесь вот нужно. Нет, фарточек они носили тоже впереди, как и у русских. А этот элемент носился сзади. И это был своеобразный паспорт. То есть, возможно, что здесь можно было определить, из какого села девушка, какие у нее там корни, предки и так далее. Но если уже две детали, однозначно, что девушка замуж, женщина уже замужняя, да? Да, хотелось бы даже расшифровать и вот эти фигурки, и что это. Ну да, это как цветочки. Это уже, может быть, не совсем такая уж прям очень древняя вещь, более поздняя. Тоже парное, да, вот что-то, что-то вот все идентично. Ну, кстати, поясочек, вот это домоткань. То есть это сотканно было на станке, который был раньше в каждом доме вместо компьютеров когда-то. Да уж. Очень интересно, конечно. А как вас встречают? Потому что это тоже... Все люди разные, да? И вот как попадаешь, и как вот действительно встречают экспедицию целую. Ой, знаете, конечно, вот сейчас время непростое, и лучше, чтобы они, в общем-то, не встречали каждого так радушно, не открывали каждому дверь. Потому что люди бывают разные. Нам бабушки там рассказывали, что и там и пенсию последние отобрали, и все остальное. Но мы стараемся поэтому действовать через администрацию, чтобы она как минимум уже успокоила их, и они открыли дверь. Но есть и такие, которые вот нас видят первый раз, и без администрации открывают двери, просто так рады. И действительно, может быть, пожилым людям и нужно внимание, и передать тот опыт, который они накопили, чтобы они поняли, что это кому-то нужно. А это действительно нужно. Зачем мы едем? Не просто же за какими-то вышитыми салфеточками или за какими-то предметами, не только за песнями, а, наверное, какой-то мудростью. Вы знаете, что я поняла для себя? Вот я училась на этнографа, да? И вот сколько бы я книг не читала, сколько бы я лекций не слушала, я... Достаточно было, наверное, первой встречи с первой бабушкой настоящей экспедиции. И тут я понимаю, что завязывается какая-то, вот знаете, связь поколений. И вот я через просто такой житейский рассказ о ее жизни, о ее сложных годах, там, о том, что у нее даже не была одежда, чтобы выйти замуж, и она вынуждена была целый год работать, ухаживая за чужим ребеночком, чтобы ей там хозяйка выдала кофточку, и она наконец-то могла позволить себе как-то выйти вообще, да, вот в мир, и, может быть, даже там думать о замужестве. И вот я через, казалось бы, никакое отношение к традиционной культуре, особенно, так больше к истории, может, эти отношения. А я понимаю, что у меня вот и все начинается вот как бы через пуповину, как будто, да, символическую такую связь вот с этими поколениями, с историей этого края, к которому я принадлежу. Мои вот предки, они вот из Борского района, из Бузулукского района, и как бы я вот когда побывала в этих районах, там какой-то и воздух, мне кажется, очень родной, и хочется еще раз вернуться туда. Да. Это вот, наверное, наши места силы какие-то, где действительно напитываешься чем-то таким родным. Действительно. Есть такой маленькой чистостиши, прервую, сейчас я попытаюсь вспомнить его. Не хочу я ваши роллы с пиццами, не зовите, там, улетать за бугор, снова уезжая в экспедицию, собирать фольклор. Ну, вот что-то такое у нас родилось, и да, да. Про вашу профессию как раз к сегодняшнему дню, к вашему профессиональному празднику. Вы, как человек наблюдающий, вот хотелось бы узнать тоже ваше мнение о том, как меняется деревня. Не все мы так часто выезжаем из города в деревню, чтобы это анализировать и что-то систематизировать, какие-то знания. А вот что происходит на самом деле? К сожалению, конечно, вот старики умирают, молодежь уезжает в город, это было давно этот процесс начался. Сейчас, мне кажется, намечается немножко обратное, в чем-то, может быть, это, надеюсь, эта волна, она усилится, потому что у меня многие знакомые друзья ищут место, там, покупают домик, который, кстати, я не знаю, на порядке дешевле, чем какое-то любое ужасное жилье там здесь в Самаре. И, конечно, там непростая жизнь, то есть ты подумаешь, конечно, там замечательные места, ты видишь горизонт. Вот, говорю, недавно была в одной маленькой-маленькой деревне, там просто дома в одну линию, и из них только четыре там люди живут, а остальные просто никого уже нет. Но передо мной раскрылось такое пространство, бескрайний горизонт, то есть то, что мы совершенно здесь забыли в городе, хотя у нас город, конечно, замечательно, чудесный, есть и Волга, и Жигули, и есть, конечно, сейчас небольшая волна, которая обратно возвращается в село. Как, может быть, как дачники, кто-то как уже там с проектами на производство, восстановление производства, там, еще чего-то. Но там, конечно, нужна не просто голова, нужны руки. Это непростая такая тяжелая жизнь. Вот, кстати, о руках. Какие-то практичные для себя вещи вы вынесли оттуда, вот к чему-то научились, потому что сегодня такая тенденция к здоровому образу жизни, к чему-то возвращается, какие-то рецепты там откуда-то там. Вот, а мы же, они же, оказывается, уже раньше это делали, а мы вот только сегодня откуда-то к этому пришли. Удивительно, конечно. Может быть, поэтому нас действительно тянет немножечко в прошлое иногда, потому что мы там могли что-то потерять или забыть. Действительно, и то, что касается печки. Ведь, представляете, это, ее, конечно, не все хозяйки разрешили, как сказать, в свое время убрать. И слава богу, потому что есть те, кто до сих пор пекут хлеб. И нам даже вот в эту экспедицию девочкам, студенткам показывали, они сами поучаствовали у бабушек, делали жаворонков, пробовали сами тесто, потом нас всех угощали. Конечно, то, что приготовлено в печи, я думаю, что оно гораздо полезнее для здоровья, и это вряд ли кто-то может ответить. Провернуть, да? Да, провернуть точно. И то тепло, оказывается, вот если ученых подключить к этому, то есть то тепло, которое издает керамика, кирпич, оно как-то связано тоже с человеческим телом, и оно не разрушает, а как-то восстанавливает. Я уж не знаю там подробностей, но я знаю, что действительно то, что было раньше, оно не вредило человеческому здоровью. И чай тоже, и травы собирали, кипрей. То есть это все, что мы тоже с машины иногда после очередной экспедиции заворачивали сок, собирали травы, и это, конечно, тоже наслаждение. И даже умение, как собирать эти травы, потому что мне тоже, я там в интернете посмотрела, там что-то из себя представляют растения, нарвала там под корень, и оказалось, что потом встретилась с пожилым просто местным жителем, и он говорит, а надо дочка вот так вот взять и дернуть, и с листочки верхние, и с цветочками оттать. А я теперь вот совершенно без этих знаний, но все-таки вот... Конечно, вот то, что касается этих мудростей и знаний, они передаются из уст в уста, от сердца к сердцу, и никакие книги, вот рецепт будет написан, а не получится так, как должно получиться. И когда вот еще даже при общении тебе такой вот легкий, простой, быстрый совет дадут, это же вот все, знания на всю жизнь. Очень ценно, дорого и приятное оставляет невероятно душевный отклик. И у нас остается не так много времени. Какие места вы бы все-таки рекомендовали посетить? Вот просто сесть без всякой экспедиции, там. Вот куда нужно сесть и не упустить эту возможность съездить? Понимаю, что вы любите много, почти, наверное, все, что посетили. Да, но лично для меня незабываемое впечатление стало и Боргский район, потому что у меня предки оттуда. И там просто чудесная вода, чудесный воздух, хороший очень музей. То есть у нас очень... там небольшой такой школьный музей, но нам было очень интересно, очень благодарный сотрудникам, кто нам помог рассказать и показать. Да и Сызранский район тоже очень замечательный. Знаете, вот я не могу сказать конкретно о Шанталинске, там из природы и вот с удивительными, уникальными песнями. Понимаете, 400 лет там, вот опять же, трое, опять же, мордовские бабушки, заброшенное практически село Подлесная Андреевка. Их там никого нет вообще, не осталось. А приехали, а там они больше десяти песен знают, которым, не знаю, уже сейчас нигде не поют. Да, все, наше время стекло, едем. Слушать песни, наблюдать природу. И очень важно знание, вот то, что вы сказали про музей, это тоже важно. Не только лицезреть, но и все на местах своих родителей. Спасибо огромное за то, что вы делаете. Спасибо вам за внимание. Всех, относящихся к этому празднику. С праздником! Спасибо, Хорош! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok